Всем привет! Вы на канале Квартиры в Челябинске. Меня зовут Александр Шуляк. Я профессиональный риелтор в области вторичной недвижимости. Сегодня у меня необычный обзор, так как я нахожусь в городе Санкт-Петербург. И снимаю обзор на доходную недвижимость. Доходная недвижимость это квартира, которая поделена на несколько маленьких квартир. И они сдаются в посуточную аренду. Досмотрите данный видео обзор до конца. И вы узнаете все секреты, преимущества, а также как все это выглядит вживую. Начнем. Сегодня я оказался в Санкт-Петербурге. И снимаю видео обзор на эту замечательную квартиру. Сразу видно, что эта квартира до 1900 года. Потому что очень высокие потолки, кирпичные такие стены. Видно вот такая арка, которая над дверным проемом делалась. Все это замиксовано в такой архитектурный стиль. Классики совместно с современным каким-то дизайном. Сделаны антресольные этажи. Сейчас его по порядку расскажем. Значит, тут есть общая территория на все квартиры. Вообще здесь получается 4 отдельные функционирующие квартиры. И одно общее пространство. Доступ осуществляется в общее пространство через входную дверь с электрическим замком. То есть набираешь код, заходишь. Обычный подъезд, обычный двор. Все обычное. Но локация очень необычная. Это тоже сейчас увидим скоро. Прихожая. Здесь можно разместить свою обувь. Посмотреться в зеркало. Насладиться красотой картиной. Здесь также видно блок управления этим домом. Электрический замок. Я думаю, что и видеонаблюдение. Все здесь присутствует. Все это удаленно отслеживают. Значит, тут типа такая зона камина. Почилить. А тут зона, чтобы позавтракать. Все это, конечно, красиво очень исполнено. Тут размещен кухонный гарнитур. Плита, микроволновка, раковина. Все присутствует. Можно приготовить себе еду. Есть стиралка, сушилка. И такой инженерный отсек, где установлен водонагреватель, накопитель, котел. Очень необычно, прикольно. А наверху там идет курилка. Такая стеклянная курилка с вытяжкой. Запах небольшой есть, но как бы вообще относительно небольшой прям. Вот такая идея. У меня вообще буквально недавно я снимал видео-обзор на квартиру ЖК Привилегия. И там тоже высокие потолки. И можно тоже сделать антресольные этажи. Это вообще классная идея, которую почему-то в Челябинске никто не продвигает. Хотя это действительно можно что-то интересное из квартиры сделать. Антресольный этаж получается, по сути, из металлоконструкции вот таких. Вот. Что происходит у нас дальше? Дальше у нас налево идут две квартиры и направо идут две квартиры. Все они с электрическими замками. Что это позволяет? Ну, бесключевой доступ, естественно. И бесключевое, бесчеловеческое управление. Но мы уже познакомились с человеком. Здесь есть управляющий, который контролирует заселение и выезд жильцов. Контролирует порядок в комнатах. И контролирует порядок в общественном пространстве. Ну, и как бы там меняют все, что нужно. Это очень удобно иметь управляющего. Ну, что, теперь настало время посмотреть с вами квартиры. Тут, что еще хотел заметить, здесь датчики движения, которые включают освещение. То есть, это экономия сразу же на электроэнергии. Ну, и вот сам вход в эти апартаменты. Вот мы с вами зашли. Входная дверь с электрическим замком. Тут у нас отдельные автоматы есть. Есть вот блок управления замком. Есть правила заселения и выезда. Такая небольшая зона прихожей. Зеркало, вешалка для верхней одежды. И вход в санузел. Все очень компактно, потому что, сами понимаете, из квартиры сделать 4 квартиры не так просто. Но, в принципе, места достаточно хватает. Здесь есть душевая. Унитаз, раковина, зеркало с подсветкой, вытяжка. Смотрите, тут как все оборудовано. Освежитель, полотенце. Все есть. Дальше мы с вами попадаем в зону гостиной, где расположен диванчик, телевизор, столик. На стенах такие симпатичные обои, карнизы большие, люстра красивая и антресольный этаж. Ну, мне, конечно, с моим ростом, у меня метр девяносто, тут не сильно комфортно. Но я поспал, спать, как бы, это не мешает. Розеток достаточно много. Ну, как бы, честно, по моим ощущениям, здесь квадратов, наверное, 15-16. Но из этих 15-16 квадратов отжали полностью вообще все, что можно, чтобы сделать максимально комфортно эту среду. И у тебя есть и спальня, и гостиная, и санузел. Даже под лестницу вот умудрились холодильник поставить. Это говорит о том, что вот эти четыре апарта, как самостоятельные квартиры с общей кухней и зоной отдыха. То есть тебе, по сути, надоело здесь сидеть, устал, слишком мало пространства, вышел в общую зону, посидел там, в ноутбуке поработал или позавтракал, поужинал. Ну, не принципиально, как. То есть, если вы приезжаете в командировку, там, грубо говоря, на неделю, это, в принципе, достаточно комфортные условия, нежели, допустим, полноценная квартира, небольшая, в которой маленькая кухня. Мне это больше понравилось. Но теперь самое главное. Это локация, в котором находится эта квартира. Сейчас откроем окно, попробуем. Вот у нас локация. Локация самая топовая. Набережная Грибоедова. Зингер. Собор. Ну, самый топчик, топчик, конечно. Я так понимаю, что таких квартир с высокими потолками, с топовыми локациями здесь достаточно много в Петербурге. И бизнес очень неплохой, потому что очень много туристов приезжает сюда и останавливается им достаточно комфортно пользоваться такими апартаментами. Конечно, посчитать не так-то просто, сколько обошлась такая квартира, сколько обошелся ремонт. Ну, можно примерно прикинуть. Если у нас эта квартира где-то, эти апарты, где-то 15 квадратов, то это 4 по 15, это у нас 60 квадратов. Плюс общее пространство, я думаю, квадратов 40. Ну, около 100 квадратов, допустим, квартира. Квадратный метр здесь стоит, должен где-то 150 тысяч рублей. Это где-то 15-20 миллионов. Должна стоить такая квартира, убитая без отделки. Соответственно, нужно сделать ремонт. Я думаю, такой ремонт выходит не меньше 20 тысяч за квадрат, потому что нужно сделать антресольные этажи. Может быть, даже больше, может быть, даже 25 тысяч за квадрат. Потому что надо коммуникации все развести. Много чего нужно сделать. Но тут нужны какие-то умелые руки, рабочие, плюс стиль, потому что вот некоторые стены не приходится отделывать. Нужно просто их покрасить и все. Ну, давайте возьмем за максимум 20 и 25 тысяч. 20 миллионов стоимость квартиры, 5 миллионов ремонт, максимальный объем. То есть это получается 25 миллионов. Я примерно посчитал уровень рынка аренды. Здесь 4 апартамента по 2,5 тысячи в день. Допустим, возьмем за максимум, за минимум 20 дней сдачи. Это получается у нас 4 квартиры по 2,5 тысячи в день. 10 дней сотка, 20 дней двушка. То есть 200 тысяч рублей в месяц. Примерно стоимость денег, которые приходят. В год это у нас получается 2,5 миллиона. И можно примерно прикинуть, что 10 лет окупаемости. Плюс-минус. Ну, возможно, просто сдается больше. Какие-то вещи уходят на расходы. Я думаю, что 10 лет окупаемости, возможно, даже 8 лет окупаемости, это, в принципе, хорошая история для подобного уровня доходной недвижимости. Сравнимо квартирам только нежилые помещения. Потому что вот обычную квартиру окупить за счет аренды вообще невозможно. Ну, представьте, вы купили квартиру, допустим, даже за 10 миллионов, а ее стоимость посуточной аренды даже, допустим, 50 тысяч в месяц. Это вам только 20 с лишним лет ее окупать. Поэтому, на мой взгляд, разделение квартир на апартаменты, на конкретные 3, 4, 5 квартир, это очень выгодная история. И уже она слышен от других компаний в Москве, что разделяют квартиры на 2, на 3, на 4 и таким образом окупают стоимость вложений. Поэтому, если вам интересна эта история и вы хотите подобные видео-обзоры еще получать, я готов путешествовать по другим городам и смотреть доходную недвижимость там. Как ее делать, как это выглядит, интересно это или нет. Вас хочу попросить поддержать этот видео-обзор лайком и написать в комментариях, интересно вам данный видео-обзор или нет. Какую вы дадите обратную связь по таким апартаментам. Классная идея это или нет. И насколько это хорошо и позитивно влияет, допустим, на соседей. Или вообще, интересный этот тип вложений или нет для вас конкретно. Еще бы порекомендовал подписаться на мой канал, так как у меня регулярно выходят видео-обзоры. И сегодня я планирую еще снять несколько видео-обзоров на квартиру в сданном доме, на квартиру в строящемся доме, которые конкретно продаются и которые можно купить. Это тоже очень интересно. Ну и плюс, у меня регулярно выходят видео-обзоры в Челябинске и в других городах. Поэтому подписывайтесь. Возможно, вы на моем канале найдете квартиру мечты, которую давно искали. Спасибо вам за просмотр данного видео-обзора. Всего доброго и удачи!